Эдуард Шеварнадзе вошёл в историю как соратник Михаила Горбачёва, ставший лицом перестройки на дипломатической арене. Одни обвиняли его в развале Советского Союза и предательстве интересов своего государства. Другие благодарили за то, что огромная страна распалась бескровно. А проиграв холодную войну, Россия заняла достойное место в новой системе международных отношений. В Грузии некоторые проклинали его за потерю Южной Осетии и Абхазии. Война в этих регионах началась ещё при президенте-националисте Звиаде Гамсахурдия. Шеварнадзе, благодаря миротворческим усилиям которого были подписаны соглашения о прекращении огня, так и не сумел вернуть территории под контроль Тбилиси. Но многие считали, что именно благодаря ему удалось прекратить кровопролитные конфликты. Эдуард Шеварнадзе прошёл весь путь партийного функционера – от секретаря райкома до члена политбюро ЦК КПСС. При этом именно он стал одним из могильщиков Советского Союза, распад которого уже начинался в период пребывания его на посту министра иностранных дел. При нём воссоединилась Германия. Бескровно рассыпался Восточный блок, нормализовались отношения с Вашингтоном, что позволило в будущем России сохранить позиции на международной арене. На родине в Грузии он смог остановить войну, но не сумел положить конец коррупции и взяточничеству. В 2000 году Шеварнадзе был избран на второй срок при поддержке более 80% населения. Но всё больше людей обвиняли президента и его окружения в попытке контролировать не только политическую структуру, но и бизнес. После того, как лидеры оппозиции во время революции Рос потребовали его отставки, он оставил президентское кресло и переворот завершился бескровно. Сегодня очень многие в Грузии благодарны за это своему бывшему президенту.